ПЛАВАЕМ Здравствуйте, друзья! Нет никаких сомнений, что автомобиль со времен изобретения колеса является самым революционным техническим открытием в истории транспорта. Сегодня мы поговорим о первых в мире автомобилях. Автолюбители всех стран мира до сих пор со стопроцентной уверенностью не знают, когда изобрели самый первый автомобиль. Ведь нет конкретного дня его рождения, есть лишь кое-какие фактические сведения, которые принято считать заистину. Подсчитано, что с автомобилем связано более 100 тысяч патентов, а с внедрением новых технологий, экологичных двигателей, гаджетов для удобства вождения количество изобретателей в этой сфере все прибывает и прибывает. Однако, что бы ни придумывали современные инженеры и дизайнеры, особой любовью у всех пользуются ретро-автомобили. Форды и Феррари, Мерседесы и Опели, Кадиллаки и Волги, Чайки и Джипы. Все, что сделано 30, 40 или даже 50 лет назад, это не просто история автомобильного транспорта. Это, если разобраться, мировая история. Ретро-автомобили – это привет из прошлого и предмет споров самых авторитетных коллекционеров. Для конструкторов – это образец лаконичных технических решений, а для людей, которые придумывают внешний вид техники – это классика дизайна и учебники на колесах. Это только непосвященному может показаться, что многие детали старых авто вычурны и излишни. На самом деле в старой технике была выверена любая мелочь, и каждый болт становился частью красивого целого. Старые автомобили у нас принято называть ретро-мобилями, а благодаря английскому языку теперь прижилось и словечко «олдтаймеры». «Олдтаймер» – это слово образовано от двух английских – «old», «старый» и «time» – «время». Так что же такого в этих старичках? Почему полмира от них в восторге? Коллекционеры и реставраторы убеждены, что старый автомобиль – это произведение искусства. Настоящие знатоки предпочитают модели, которые имеют свою историю. Обычно эти люди знают об авто всю подноготную, когда его собрали, сколько миль прошел, кто был хозяином «олдтаймера», сколько таких экземпляров существует в мире. Есть несколько классификаций старых машин. Одна из самых авторитетных разработана Международной федерацией старинных автомобилей. Она устанавливает деление в зависимости от года выпуска машин. Самые старые относятся к категории А. А – это антикварные автомобили, выпущенные до 1905 года. Категория Б – это ветераны. Их годы выпуска с 1905 по 1918 годы. Автомобили категории С называются «сеньоры». Они выпущены с 1919 по 1930 годы. Автомобили категории Д называют «классические». Это модели, которые вышли из конвейеров с 1931 по 1940 годы. И, наконец, категория Е – машины-юниоры, выпущенные после 1941 года. Правда, и в юниоры берут не все. Автомобиль должен быть не менее, чем 30-летней давности. Есть еще одно важное дополнение. На выставках, автосалонах или для участия в ралли специальные комиссии определяют степень раритетности автомобиля. По самым строгим требованиям автомобили должны быть собраны только из оригинальных деталей. А все ремонты произведены с использованием технологий, характерных для годов производства модели. Допускается лишь современные аккумуляторные батареи. А вот с колесами у многих бывает проблема. По правилам, резина на них должна повторять не только размер, но и рисунок шины, актуальный для автомобиля на момент производства. Владельцы заказывают шины на специальных заводах. Как вы понимаете, обслуживание уникальных экспонатов стоит очень дорого. Зато, садясь в ултаймер, вы можете почувствовать себя современником Даймлера, Бенца или Майбаха. Вы думаете, я сейчас марки машин назвал? Нет. Это фамилии самых известных конструкторов транспортной техники, пионеров автомобильного дела. Годлиб Таймлер руководил слесарными мастерскими при детском приюте в маленьком немецком городке Брюдерхаусе. Там он познакомился с мальчишкой Вильгельмом Майбахом. Сирота Майбах показывал необыкновенные знания и сообразительность, решая инженерные задачки. Даймлер сразу подружился со своим воспитанником. И позже, когда уже изобрел свой двигатель внутреннего сгорания, взял его в себе учеником. Первым изобретением Даймлера была повозка для верховой езды с керосиновым двигателем, которая была представлена в 1885 году. Это был деревянный прадедушка мотоцикла, который развивал скорость до 12 км в час. Прокатившись на ней разок, Майбах сразу назвал ее Костя-дробилкой. Уже в 1886 году двигатель Даймлера установили на карету и приладили к ней рулевое управление. Это был первый четырехколесный автомобиль. Он разгонялся уже до 18 км в час. Тогда это был рекорд скорости. Правда, завести мотор можно было только сходу. Сначала приходилось толкать экипаж, а потом быстро-быстро в него запрыгивать. Примерно в эти же годы другой немецкий инженер Карл Бенц тоже разрабатывал свой автомобиль. Правда, он был трехколесным. 26 января 1886 года он даже получил патент на свое изобретение. Эту дату многие склонны считать днем рождения автомобиля. Машина Бенца комплектовалась новым четырехтактным бензиновым мотором. Инновационное решение в автомашине Бенца – электрическое зажигание, которое считается величайшим достижением в области автомобилестроения. Интересно, что впоследствии две автомобильных компании Бенца и Даймлера объединились в одну крупную корпорацию – Даймлер-Бенц. Но два старейших изобретателя, два пионера автомобилестроения при жизни так и не встретились. В самом начале 20 века, в 1900 году, компания была уже известным автомобильным гигантом. Сам Даймлер отошел от дел и все дела фирмы вел Вильгельм Майбах. И вот однажды к Майбаху наведался австрийский предприиматель Эмиль Елинек. Он был торговцем автомобилями и увлекался гонками. Элинек попросил сделать для него машину по спецзаказу, предложил некоторые новшества и потребовал, чтобы автомобиль разгонялся до 40 км в час. Тогда это была запредельная скорость. И не мудрено, что на ближайших гонках в Ницце предприниматель взял Гран-при. После этого популярность автомобилей Даймлера резко возросла, а Эмиль Елинек попросил зарегистрировать новое название автомобиля в честь своей дочери – Мерседес. Представляете, как все сложилось? Женское имя Мерседес вскоре стало ничем иным, как мощным автомобилем Мерседес. А решение о названии новой марки принимал Майбах. Его имя, кстати, через несколько лет после открытия компании тоже стало маркой престижных автомобилей. А теперь автомобили Майбах Бенц Даймлер – классика олдтаймеров в любой комплектации. Многие факты из автомобильной истории трудно установить. Но один вполне можно принять как неоспоримый. В 1891 году первый автомобиль был ввезен на территорию Российской империи. Это был французский Панар Левосор. Новинку доставили на пароходе в Одессу. Посмотреть на чудо техники в порту собралось несколько десятков зевак. Авторами французского чуда были инженеры Луи Рене Панар и Эмиль Левосор. Вместе с Даймлером и Бенцем они стояли у самых истоков мирового автомобилестроения. Сначала Панар и Левосор собирали только бензиновые двигатели, а с 1890 года – легкие самоходные экипажи классической компоновки. Левосор с самого начала старался создать автомобиль, который уже не напоминал бы конную карету, где все детали были бы сконструированы с учетом автомобильных функций. Он опробовал различные положения двигателя. Сзади, посередине, наконец пришел к решению разместить вертикальный двухцилиндровый двигатель впереди машины. Модель Панар Левосор 1891 года стала первым автомобилем этой фирмы с таким положением двигателя. Для зажигания смеси использовалась свеча накаливания. Сила привода переносилась от двигателя через муфту на трехступенчатую коробку передач, а затем на задние колеса при помощи цепи. Автомобиль развивал максимальную скорость – 30 км в час. Надо сказать, что именно Панар Левосор определил на многие годы дизайн всех автомобильных марок, когда двигатель располагался спереди. По сути дела, это и есть дизайн классического ретро-автомобиля. О ретро-автомобилях рассказывать можно бесконечно. И все это будет очень интересно. Но вот что, друзья, я заметил, изучая технические характеристики прадедушек наших современных машин. Мощность первого автомобиля Бенца – половинка одной лошадиной силы. Победитель первой гонки Париж-Бордо-Париж автомобиль Панар имел под капотом 4 лошадиные силы. Даймлер постепенно довел мощность своих моторов до 10 лошадиных сил. Что же это такое – лошадиная сила? Меру измерения мощности лошадиную силу впервые предложил Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя. Свою придумку он предлагал использовать для выкачивания воды из шахты. А для того, чтобы объяснить смысл своего изобретения и продать его владельцам шахт, Уатт придумал такой эксперимент. Лошадь запрягли в обычный водоподъемный насос, работающий на конной тяге, и посмотрели, сколько за день она поднимет воды. Затем присоединили к этому насосу паровой двигатель и посмотрели, какой результат получится за день его работы. Поделили второе количество на первое. И на этих цифрах объяснили шахтовладельцам, какое число лошадей заменяет насос. Полученная в результате первого эксперимента мощность стала мерилом и получила название «Лошадиная сила». Очень долгое время эта величина была неясной. Ее даже запретили употреблять, заменив на единую величину мощности ватт. Но образ оказался привлекательным, и ученые договорились считать за одну лошадиную силу мощность в 735 ватт. В наше время в серьезных автомобильных документах понятие «Лошадиная сила» стараются не использовать. Выяснилось, что в разных странах пара-разному понимает это значение. Да и в общепринятых ваттах мощность измеряется точнее. Путешествуя по выставке ретроавтомобилей, я наткнулся на очень интересный экземпляр. Этому автомобилю 73 года. Но подробнее нам расскажет о нем владелец этого автомобиля Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. Итак, какая это марка? Это Mercedes-Benz 230 1939 года. В простонародье, в Советском Союзе и в нынешней России это машина «Штирлица». 17 мгновений весны снимали именно такую машину. История этого автомобиля. Этот автомобиль был захвачен в плен советскими войсками где-то на Кавказской компании. И закончил он войну в 45-м году в Краснодарском крае, в частях, которые базировались, артиллерийские части, которые базировались возле Адлера. Там же служил водителем на этой машине человек, фамилия была Иванов, звали его Александр Иванович. В 46-м году машину было принято решение списать, потому что у нее было пулевое ранение мотора. И выкупил ее списанную водитель, снял с нее двигатель. Двигатель, к сожалению, именно родной от этой машины не сохранился. А раньше какой был двигатель? Когда ее захватили в плен, наши войска, в 45-м году, в ней был двигатель родной, «Мерседес». Шестицилиндровый, бензиновый двигатель, рядная шестерка. Потом туда владелец поставил волговский мотор от «ГАЗ-21» с волговской коробкой передач. История машины дальше развивалась таким образом. От отца машина перешла к сыну, Георгий Алексеевич Иванов. Он поныне жив-здоров, живет в Адлере. И я у него в свое время, лет, наверное, шесть уже назад, выкупил эту машину примерно в таком состоянии. За эти годы я сумел найти родной мотор, но не именно от этой машины, а такой же, то есть с аналогичной. Отремонтировать мотор, нашел коробку передач, отремонтировал. Сейчас уже все мы поставили в машину. Полностью перебрали передний мост, задний мост. Практически всю трансмиссию завершили реставрацию. И починили подгнившие места крыльев и оперения. Кузов мы переделывать не собираемся, потому что он в шикарном сохране. А можно посмотреть мотор? Давайте посмотрим. Покажите нам. Ух ты, как открывается. Как крышка рояля. Так, но это уже именно родной бензиновый мотор, шестицилиндровый. Родной мотор, шестицилиндровый. Называется мотор М143. У него 54 лошадиных силы, он карбюраторный. Но 54 лошадиных силы, это не так много для такого большого автомобиля. А лошадиные силы лошадиным силам рознь. В тракторе, например, который гусеничный, убирает снег, 75 лошадиных сил всего. Просто есть лошадиные силы тяговые, а есть которые скоростные. Здесь тяговые? Здесь тяговые. Это очень сильный мотор. И четвертая передача у него прямая. А задняя передача есть? Конечно, есть. То есть это уже современный практически автомобиль? У него даже овердрайв есть. Ох, как. Объясните ребятам, что это такое? Когда скорость превышает определенную запланированную, механическим путем выталкивается четвертая передача, и сама автоматически включается пятая передача. Практически автомат. Вот этот узел перехода с четвертой на пятую, он сделан автоматическим. Когда происходит сбрасывание газа, и начинается процесс торможения, выталкивается пятая передача, и засовывается обратно четвертая. Судя по виду, это очень тяжелый, мощный автомобиль. Сколько он весит? Потому что он из железа, во-первых, сделан. А этот автомобиль, он комбинирован. У нее есть несущая конструкция рама, на которой установлено все шасси. Теоретически кузов можно совсем снять, поставить табуретку и управлять машиной без кузова. А кузов у него сделан, основа, каркас деревянный, и гвоздиками прибит в местах состыковки металлический легкий, легкая конструкция отформованного металла. Вот это дерево. И везде в своей основе лежит дерево. Вот здесь под металлом, а вот как раз те гвоздики, которыми отформованный металл прибит к деревяшке. Ну, я смотрю, автомобиль еще в реставрации, нету салона. А салон какой был? Были достаточно мягкие сидения с регулировками и вперед-назад двух сидений. Сидения были уже раздельные. И регулировка угла наклона спинки. Причем спинка имела возможность складываться вперед, превращаясь в столик. То есть, если на заднем сидении там нужно было перекусить, то можно было спинки откинуть, и получались столики. Практически, как и в современном автомобиле? Практически, да. Сергей, а полностью ли соответствует этот автомобиль названию ретроавтомобиль? Или какие-то использовались узлы и агрегаты современных автомобилей? Этот автомобиль абсолютно соответствует стандарту ретро. Мне понадобилось примерно три года до начала реставрационных работ, только для того, чтобы скомплектовать узлы и агрегаты, с которых можно начинать реставрацию. В этой машине есть заново сделанные детали по чертежам и точные копии. Но просто из-за того, что родные детали изношенные и уже работать не будут, пришлось по чертежам изготавливать абсолютно такие же детали, но в соответствии уже работоспособности. Сергей, спасибо вам большое за подробный и интересный рассказ. Итак, друзья, пора прощаться. О других ретро-мобилях поговорим в следующий раз. А напоследок, как всегда, простенькая задачка. Современная машина решила посоревноваться с олт-таймером. Маршрут для участников проложили из Петербурга в Москву. Это 730 километров. Выехали одновременно, ровно в полночь. Ретро-мобиль двигался стабильно и медленно. Средняя скорость 50 километров в час. А вот современный автомобиль передвигался со скоростью 80 километров в час. Через 50 километров движок перегрелся. И пришлось 3 часа ждать, пока мотор начнет работать в нормальном режиме. По пути в одной из деревень пришлось менять пробитое колесо. Еще 2 часа простое. После 500 километров закипело масло. Еще пару часов отдали срочному ремонту. Остальные 200 километров проехали без приключений. Если не считать полчасовой пробки ввиду ремонта дороги. Вопрос. Кто же выиграл в этой гонке Титанов? Ответы на задачку и вопросы о любой транспортной технике пишите по адресу. 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Или оставляйте на сайте Радость Моя. Удачи на дорогах. Берегите себя на земле, на воде и в небе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин